Кто же станет основным кандидатом от партии власти из ДПК в президенты? Этот интригующий вопрос наконец-то разрешился. На Сурумбая Джеймбекова, нынешнего премьер-министра Кыргызстана, была возложена почетная миссия непосредственного участия в предстоящей конкуренции за место главы нашего государства. Как вы посмели? Я этого никогда не желал и никогда не приказывал. Ваше Величество, теперь не время. 42 миллиона человек зависят от вашей твердости. Полно ребятицы. Ступайте царствовать, Государь. Это параллели. Здравствуйте. Туман постепенно рассеивается. Месяц и другой станет ясным. Мне предсказуемое сейчас истинное число зарегистрированных кандидатов в президенты. Впрочем, количественный состав группы президентов не соизмеряется с качеством любого участника данной группы. А что главное, количество это неподходящий для данной ситуации инструмент. Ведь согласно Конституции, каждый гражданин нашей страны, подходящий по нормативным параметрам, сможет заявить о себе как о кандидате на главное место в правлении государством. В настоящее время каждый имеет свое право. Качество. Вот что важно в этом главном для страны состязании. Причем судить о качестве претендентов – это задача избирателей, которая, кстати, гораздо важнее их конституционного права, допускающего возможность быть избранным структурой власти. Так вот, чем ровнее качественный состав зарегистрированных кандидатов, тем труднее сделать выбор нашему рядовому гражданину. Поэтому определиться с его этим предпочтением помогает пиар и самореклама конкретного кандидата, а в некоторых случаях – подкуп и административный ресурс. Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли? Я полагаю, что торг здесь неуместен. Сравнительно недавно в Соединенных Штатах Америки и во Франции граждане выбрали глав этих государств. Примечательно, что в обоих случаях мужчинам противостояли женщины, и в обоих случаях женщины проиграли. Прогнозировать предстоящие выборы в Кыргызстане пока рано, но со стопроцентной уверенностью можно сказать, что на предстоящих в нашей стране президентских выборах тоже победит мужчина. Парадокс! Парадоксов в нашей стране хватает, причем на каждом уровне, начиная от школ и детсадов, заканчивая солидным административным учреждением. К примеру, престиж обычной бюджетной школы в Бишкеке определяется не качествами ее обучения и преподавательского состава, а суммой незаконных поборов и платежей с учеников или их родителей. Соответственно, чем выше эта сумма, тем престижнее считается государственная школа. Парадокс в том, что подобная коммерциализация нивелировала принципы качественного обучения. Завтра приносите по 100 тысяч рублей и сдаете мне. Я буду сама покупать то, что вы любите. Согласны? Да! А вот вопрос вырубки зеленых насаждений в столице Кыргызстана сам по себе ходячий парадокс, где немало подводных течений и камней. Но главный из них это, пожалуй, процесс смены, парадигмы восприятия Бишкека. Бишкек многими, особенно из старшего поколения, воспринимается как старый и добрый город Фрунзе, где вдоволь цветов, кустов и деревьев, а главное, частные хижины в центральных районах столицы удачно гармонируют с высотными строениями. Смена парадигмы в том и заключается, что современный мегаполис подобную гармонию напрочь исключает. В Москве, к примеру, запланировали сносить хрущевки. От частного всегда можно прийти к общему. Смена парадигмы происходит сейчас повсюду, в силу того, что на смену приходит новое поколение, которому в принципе чужд Советский Союз. Так вот, лучший кандидат в президенты это тот, кто сейчас хорошо чувствует именно эту тенденцию, а главное, знает, что с этим делать. До свидания!